Итак, видите, оказывается, есть нить незримая. И, допустим, давайте продиагностировать эту нить сейчас в отношениях между мной, мною и тобою. Ниточка завяжется. Мне всё время кажется, но почему-то кажется, что мною и тобою ниточка завяжется. Опять ниточка, да? Это завяжется. Нить незримая опять. Видите, все знают, что она есть. Песни поют о ней. Но пользоваться правильно этим не хотят. Или не знают как. Давайте разберёмся. Смотрите, в этой ниточке есть три части. Первая часть — его сердце, близкого человека. Вторая часть — между нами. И третья часть — моё сердце. Внутри сердец находится энергия счастья. Она то увеличивается, то уменьшается в зависимости от влияния судьбы. Если у моего близкого человека уменьшается энергия счастья, он привязан к кому? Ко мне этот близкий человек. Что он будет делать в это время? Тянуть от меня счастье. Давай, люби меня, относись ко мне хорошо, мне плохо. Он говорит, мне тоже плохо, отстань от меня. Вот такая любовь. Видите, мы слабые, у нас там мало счастья. Допустим, женщина ухаживает, ухаживает, человек болеет, болеет, болеет. Она ухаживает, 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 у нее кончилось здесь всё. Дальше что происходит? Она уже не может смотреть на него. И потом, вопреки своему желанию, она просто уходит от него. И потом не может себе этого простить. А почему так происходит? Потому что люди не знают, как правильно жить. Когда ты болеешь, когда кто-то болеет, у тебя вот здесь всё кончается. В это время надо от человека, от этого отвлечься. Нужно начать думать о Боге, и тогда к Нему через тебя пойдёт эта энергия. У меня был семинар «Побед над трудностями судьбы». И мы в это время там учимся молитве, повторяем. Я желаю всем счастья, такой тренинг. Сейчас тоже сегодня будем повторять. В конце лекции. У нас с полседьмого, да, началась лекция. А сейчас сколько времени? Угу, полвосьмого, полдевятого. Два часа, у нас три часа идёт. Хорошо. И один мужчина, он вообще ничего не знал, что происходит. Он просто внимательно послушал лекцию. И он понял, как правильно, я желаю всем счастья повторять, что надо не думать о своей маме, которая у него уже две недели не ходит, не ест. Просто лежит и умирает. И он начал, вот он вышел на сцену, чтобы ему помогли. И он начал желать всем счастья со всей силы. А люди желали счастья ему, там ещё несколько человек стояло. И он пришёл после этого домой. Мама села, румянец у неё появился на щеках, начала кушать. Просто за один раз, 15 минут. Он вместе со всеми даже не молитву читал, а я желаю всем счастья. И мама, если он говорит, я точно знаю, что от этого произошло. Потому что до этого никогда она так не делала. Вот я пришёл домой, у меня, кстати, как вы сказали, на сердце легче стало. Давайте теперь разбираться в этом вопросе. Вот смотрите, между нами есть нить незримая. Если у меня в сердце противно, у него в сердце противно, у близкого человека, и мы не можем друг с другом разговаривать, это значит, что отношения забиты грязью до отказа. Как теперь их очистить? Я начинаю думать о Боге, бегать на природе, служить людям. Знаете, что всем рекомендуется, кто в семейной жизни живёт, постоянно заботиться о людях вокруг. Потому что есть такое понятие семейный эгоизм. Это не истинное эго, вот чувство собственного достоинства, а ложное. Всё грести на себя, и замыкается система. В результате человек становится, семья становится истощённой. Люди ругаться начинают им противно, даже домой не хочется приходить, потому что там нет энергии. Мы всё замкнули на себя. Нужно служить людям, семье, чтобы энергии, как бы, дарить всё, давать, заботиться о всех, чтобы, как бы, энергия любви текла. Надо течь должна через сердца. Итак, я начинаю с себя. Я не говорю, вот когда ты будешь ко мне хорошо, вот тогда я... Нет, так не надо говорить. Торговаться не надо с Богом. Это Бог же вам дал человека, и Он вас испытывает. Хорошо, я начинаю думать о природе. Если я не верю в Бог, хотя бы о природе. Бегаю на природе, заряжаюсь от природы, прихожу домой, улыбаться начинаю. Почему у меня сил больше? Сначала вот здесь должно стать спокойно. У нас всё будет хорошо. Вот здесь должно стать спокойно. Всё будет хорошо. Первое. Иначе никаких выяснений отношений, мои хорошие. Вот смотрите, ниточка вся грязная. Всё, вы не можете терпеть друг друга. Думайте, развожусь. Ну, разводись. Чего от этого будет лучше? Какое благо ты получишь? Ты получишь наказание просто, и всё. Ниточку мы создали, нет? Мы привязали. Мы эту влюблённость сделали, нет? Бог нас привязал. Я просила. Одна женщина недавно мне говорит, Таня Геннадьевич, почему мне Бог не даёт человека? Я говорю, бросила же. Она говорит, бросила. Хороший человек? Ну, хороший, хороший. Я говорю, да вот и не даёт. Почему не даёт? Я говорю, потому что хоть у Бога мужиков и завались, но он их всех любит. Жалко мужиков, говорю. Она. Что же делать? Я говорю, раскаиваться сначала. Менять свои отношения. Бросать не надо. Вот есть объём работы. Вы же кухню не бросаете. Вот, допустим, кухня грязная. Берёте всю кухню из квартиры. Чисто стало, да? Никто так не думает, правда? У нас там есть тоже кухня в отношениях. У нас своя кухня там, правда? Не лезьте, говорит. Это наша кухня. Хорошо? Ваша кухня? Мойте. Самое главное, не надо ничего бояться. Когда вот судьба такая, всё, я не могу за этим человеком жить. Страх, это просто признак того, что мы не знаем, как. Не надо бояться, ни о чём не думайте. Вас никто не заставляет с ним сейчас близко общаться. Это и невозможно. Вы к нему подходите, раз, а, боль в сердце, опять. Не подходите, живите рядом, выполняйте свои обязанности. Никто не заставляет. Начните молитву. Начните любить людей. Начните любить природу. Наполните своё сердце. Первая стадия спокойствия в сердце. Всё будет хорошо. Но отношений пока нет. Ниточка грязная. Вторая стадия. Это делается вторая стадия тоже на расстоянии. Видите, первые две стадии мы не общаемся. Люди сейчас как делают? Они всегда хотят поговорить. Все вопросы решаются поговорить. Здесь ничего нет, здесь ничего нет, между нами ничего нет. Поговорить. А что у тебя поговорить-то, что будет? Если вот тут отношения идут через сердца. Ничего не будет. Просто ещё хуже будет и всё. Не надо говорить. Живём чуть-чуть на расстоянии. Служим друг другу. Очищаем сердце. Здесь хорошо стало. Всё равно пока ничего не будет. Потому что между нами опять плохо. Дальше опять молитва. Отношения с природой. Отношения с людьми добрые. Тоже люди наполняют. И дальше вторая стадия какая? У него всё плохо внутри. Но я чувствую, что я могу с ним поговорить. Одна женщина мне говорит. Олег Геннадьевич, представляете, что произошло? Он меня бросил. Ушёл другой. Я бы его порвала просто. Так мне было невыносимо. Такое предательство. Сначала вот после молитвы в сердце спокойно стало, что вернётся. И как вы сказали, вот это чудо произошло, я не ожидала. Что оказывается, можно с ним разговаривать нормально, несмотря на то, что он бросил. Это вторая стадия. Я с ним разговариваю о природе, о птичках там, о детях, как друзья мы с ним стали. То есть я как бы не говорю ему, возвращайся, просто я говорю, всё хорошо, я тебя простила, как друзья. Это что значит? Это значит, осталось совсем немного. Вот здесь уже хорошо, между нами уже пошла связь, всё, мы общаемся, ля-ля-тру-ля-ля, несмотря на то, что он бросил. А дальше что произойдёт? Если ты дальше будешь молиться, а дальше произойдёт чудо. Вот эта третья стадия, это для всех чудо, потому что неожиданно его сердце начинает меняться. А почему оно меняется? Потому что часть моей судьбы, это часть моей судьбы, его сердце. И оно раз меняется, и оно раз, и раскаяние пошло. Представляете? Кто из вас прошёл все три стадии? Поднимите руку. Вот, смотрите, есть такие люди. И всё это чудо означает, что человек начинает верить в Бога. Не было никаких вариантов, и тут раз, всё возвращается назад. У меня был один парень такой удивительный, знакомый. Ну, как, познакомились в процессе. Он приходит ко мне, говорит, Олег Геннадьевич. Тогда я ещё личные консультации давал, у меня время было. Сейчас уже нет времени. Олег Геннадьевич, я хочу вернуть свою жену. Это было где-то лет десять назад. Я говорю, есть стадии, вам придётся все их пройти. Он говорит, я готов. Я говорю, первая стадия молитва, и вот здесь сердце должно стать спокойно, что всё будет хорошо. Он говорит, сколько времени? Я говорю, я не знаю. Это сделать столько и будет. Он пошёл делать. Приходит ко мне. Ну, там месяц прошёл. Говорит, всё, у меня вот здесь спокойно, всё хорошо. Что делать? Такой человек. Просто взял, так сделал, молился. Вот здесь хорошо, говорит, всё. Я говорю, вторая стадия, дальше молитесь, чтобы почувствовать, что вы можете ей позвонить, и не будете напрягаться, унижаться, расстраиваться, нервничать. И будете просто спокойно с ней разговаривать, как будто ничего не произошло. Он говорит, это возможно? Я говорю, возможно. Действуйте. И он начал очищать вот эту нить незримую. То есть он начал молиться дальше, прощать и так далее. Ну, очищать отношения. Там ещё прощать человека нужно тоже. Просить прощения, прощать. И наполняться Богом. Просить прощения не значит башкой об стенку биться. А просто осознать, что ты не прав. Вот это и есть просить прощения. Некоторые люди думают, просить прощения означает, аааа, я плохой. Нет, ты хороший, всё нормально, просто ошибся. И так человек, пришёл этот человек ко мне и говорит, я могу. Нет, не чувствую никакого. Я говорю, будь уверен, что это так. Вот ты сейчас звонишь, и у тебя нормальный голос, не обиженный, не несчастный, не замученный. А как будто всё нормально. Он говорит, да, можно звонить? Я говорю, да, но ты должен понять, что ты не говоришь о том, что произошло с этим человеком. Отношения должны начаться с нуля, заново. Просто о погоде, о природе, о детях, о том, что связывает. Говорит, просто как бы, как друзья, как старые добрые друзья. Он говорит, и сколько так говорить? Я говорю, пока вот сердце этого человека, её сердце пока совершенно не успокоится. Пока оно не поймёт, что всё нормально, ничего плохого нет. Всё хорошо. Он говорит, ну ладно. И начал вот так себя вести. Точно у него всё получилось, нормально, как бы. Вот. И он, говорит, потом пришёл, говорит, у нас всё спокойно. Меня даже пустило с детьми общаться, с ребёнком, как бы. Я пришёл, всё, как бы. Мы стали друзьями. Что дальше? Я говорю, следующая стадия. Продолжайте молитву. Начните помогать своей жене. Чем можете. О детях забудьтесь. Но при этом не требуйте к себе от них лишнего внимания. Просто помогайте. Забудьтесь. И самое главное, ждите, когда она у вас начнёт спрашивать совет. Говорит, совета о её жизни с этим человеком? Я говорю, вот именно. Он такой, вау. Говорит, всё будет хорошо, не волнуйтесь. И он пошёл и на это. Необычный человек. Он начал заботиться, помогать. И она начала с ним советоваться. Потому что везде же есть проблемы, правда? Она думала, там всё будет хорошо, а проблемы везде одинаковые. И он начал ей заботиться, помогать советам. И он спрашивает, что дальше. Я говорю, а дальше произойдёт чудо. Он говорит, какое? У них будет скандал, и она прибежит к тебе за спасением. Ну и так и останется. Ты как бы её просто дай прибежище и всё. Она потом уже не сможет уйти. А почему скандал? Он говорит, а потому что, когда у вас всё хорошо между вами, его сердце это выдержать не сможет. Ни одна женщина подошла ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, мой муж говорит, я хочу взять вторую жену. И говорит, или мы живём вместе, втроём, или я живу с ней. Других вариантов нет. Я разработал хитрый план. Но именно вот с этой женщиной он смог бы сработать этот хитрый план. Вы не откадаете, что я ей посоветую. А? Жить вместе, да. Я говорю, Олег Геннадьевич. Она говорит, она согласна, а я нет. Вам надо молитвой победить, поменять ситуацию. Потому что не согласна может быть только одна. Понимаете, о чём я говорю? То есть она молилась, 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 молилась. И она приняла их вдвоём в свою семью. И начала с мужем ля-ля-трой-ля-ля вестись. И она, потому что наполненность, чувство, собственно, достоинства сильное. И как только она вот эту сильную позицию заняла, в этот момент что произошло со второй? Она и... А так как у неё это отношение с ним просто поверхностное, она же с ним не жила. Кто в выигрыше? У них семья, понимаете, семья. То есть они много лет вместе прожили. А она просто заезжий гастролёр. Как я. У вас семья между собой. Вот. Она просто, как бы, пользовалась энергией влюблённости. И всё, для достижения успеха. А тут, когда восстановились настоящие отношения сильные, она начала психовать. И начала портить себе жизнь. Она начала ругаться, спорить с этим человеком. И выгнал в результате. Вот и всё. А потом уже он начал раскаиваться. Сразу, когда человек совершает грех, никогда не сможет раскаиваться. Потому что, когда человек совершает грех, его глаза затуманены, разум затуманен. И он никогда не будет раскаиваться. Надо сначала всё вернуть назад. С помощью своей внутренней силы. И так и получилось. И вот жена этого человека, она прибежала к нему. Говорит, у нас плохо, помоги. И он не стал её звать назад. Он просто ей рассказал, как надо. Успокоил её. Она говорит, ну ладно, я переночую, потому что я не могу. И пойду домой, назад потом. Ну, ей дал место. Сказал, вот здесь отдохни. И всё, как бы. И она на следующий день не смогла уйти. Она сказала, что-то я не смогу уйти, наверное, всё. Говорит, ну, поживи. Он не сказал, что всё, остаётся со мной. Нет, он так не сказал. Он сказал, ну, поживи здесь. Она должна была принять решение. А это непросто вернуться. Но я же, несмотря на то, что она жила рядом с ним, она всё равно не могла вернуться в своём сердце. Потому что это же себя обмануть означает. Это же через себя перешагнуть. Она перешагнула. Наконец, был очень радостным. И они вдвоём пришли ко мне говорить спасибо. Видите, человек, когда уходит из семьи, он не по своей воле это делает. По воле этой силы, которая, когда Бог соединяет людей, эта сила очень благородная, она создаёт семью. А когда люди по своей воле друг друга соединяют, то эта сила называется ядом, разрушающим жизнь человека. И человек ничего с этим ядом не сможет сделать. Он и не хочет. Он, знаете, многие люди рассказывают, я со слезами на глазах разрываю отношения со своей женой, со своими детьми и иду к объекту своей любви. Он думает, что это любовь, поэтому он туда идёт. Он не знает, что это не любовь. Любовь — это то, что мы с вами говорили, появляется сначала принятие к человеку, потом уважение к нему, вторая стадия. Ты чувствуешь чистоту в нём, душу. И третья — искренность. «Серебряные свадьбы, негаснущий костёр». Где горит костёр? Сердце. «Серебряные свадьбы, душевный разговор». Душевный, понимаете? Душевный разговор. Ни о детях, ни о делах, ни о квартире, ни о работе. Душевный, чистый разговор. Чистые слова. Сейчас у вас нет никакой любви. Вот когда без раздоров и хвоста прозрение сердца обретёт, значит, любовь есть. Вернее, она есть, она ждёт своего часа. Просто её надо заслужить. Люди очень дёшево в наше время любовь воспринимают. И поэтому все разводятся. Влюблённость закончилась. К обеду не жди твой пёсик. Понимаете? То есть, это не способ жить. Если хочешь проверить свою жизнь по-настоящему, жить по-настоящему, если хочешь, тогда проверь свою судьбу. Не бросай. Сначала прими. Счастье придёт. Принимаешь человека? Счастье. Наступило. Спокойствие. Счастье означает спокойствие. Сначала. Потом гармония. Люди под счастьем воспринимают часто не то. Алло, у тебя всё хорошо? Всё хорошо. У меня всё хорошо. Ну, хорошо. Это не счастье, это просто сон. Просто судьба так действует, всё нормально. Счастье — это когда ты судьбу побеждаешь, когда ты реально владеешь ситуацией, когда между вами настоящая гармония, которую ты создал своими силами. Вот это вот счастье. А, всё хорошо, всё хорошо. Но потом ведь будет всё плохо. И точно так же будет с вами всё плохо. Понимаете, это не жизнь. Какие у вас вопросы? По этой теме. По теме отношений. Чувство собственного достоинства формируем правильно. Потом смотрим дистанцию, смотрим нить незримую, очищаем её и создаём нормальные отношения. Как у тебя слова дистанцироваться? Дистанцироваться нужно в сердце. Некоторые люди думают, что дистанцироваться — это как плюнуть в него, не плюнуть, в соседней комнате жить. Дистанцироваться означает переключиться на Бога. Мы всё равно, мы всё равно привязаны к человеку. Понимаете? Хоть ты в соседней комнате живи, хоть как, ты никак не дистанцируешься. Но если ты заставил себя, по природе побегала, румянница получила, как бы хорошо стала. И вот верь в природу. С людьми начала хорошо общаться, всем помогаю, верь в людей. Богу пошла в храм, там получила счастье. Как только ты почувствовала, тебе хорошо. Дальше просто выполняй свои обязанности перед человеком, но счастья от него не жди, не лезь в отношения. Просто забудьте о нём. И не за, и не против. Это называется дистанцироваться. И если у вас здесь чувство, собственно, достоинства будет сильно, вы чувствовать себя хорошо будете вот в этой ситуации, то он будет чувствовать себя плохо. Потому что он не сможет вот так жить. Вам хорошо, и так он скажет, в чём дело? А вы скажете, а не в чём? Всё нормально? Дело всё хорошо? И первая стадия будет с его стороны. Это гнев, он будет угрожать. А чё это ты так со мной близко не целуешь меня там? Вы скажете, вы знаете, ты знаешь, я просто хочу других отношений. А, там, я тебя угрожаю, там, я-то, то, то. Не обращайте внимания. Природа, Бог, молитва там, люди. Сохраните себя. Вторая стадия подлизывания. Си-си-си-си-си-си-пусю. Не обращайте внимания. Третья стадия искренности. Что с тобой стряслось вдруг опять? Быть может, я в чём виноват? Нельзя же молчать, упрямо молчать, и день, и другой, подряд. Я дистанцируюсь, молюсь, мне хорошо, а ему плохо в это время. Это не корысть получается? Не корысть получается? Спрашивай, такой вопрос задаётся мне с чем. Ему же плохо. Так вот, этот вопрос был задан потому, что вы не знаете две грани любви. Одна грань любви называется служение, а другая — строгость. В современном обществе люди потеряли знания об этой грани. Поэтому и винильная юстиция там начинает в силу вступать. Люди не понимают, что строгость — это любовь, это не насилие. Можно, конечно, издеваться над человеком. Допустим, мне хорошо, и ты говоришь, а, мне хороша, а тебе плохо. Это не любовь. Я говорю о том, что ты хорошо, по-доброму относишься, но не близко. Не близко. Ты самодостаточный, служишь, заботишься, но не близко. И вот это вот человеку становится непонятно. С одной стороны нет противостояния, а с другой стороны нет приближения. И человек обескуражен. Он не поймёт, что происходит, он начинает прощупывать. Сначала проверка боем, он начинает гневаться. Понимаете, это есть любовь. Если вы не воспитываете близкого человека, он будет уничтожен, и ваша семья тоже будет уничтожена. Каждого человека надо воспитывать. Всех-всех людей. Никакой человек не может без воспитания прожить свою жизнь. Вы являетесь сердцем вашего мужа. Он является вашим разумом, мужчина. А вы сердцем его являетесь. Ваше сердце чувствует, как правильно для него. Он может этого не знать. Поэтому вы утверждаете своё право на ваше слово по отношению к нему с помощью вот этой дистанции. И в тот момент, когда он искренне к вам обратился, вы своё слово не жёстко ему обратите, а очень мягко. И скажите ему, я бы хотела вот чуть-чуть, чтобы вот так было. Неси чуть-чуть, хотя бы вот чуть-чуть ты в эту сторону двигайся, и мне этого достаточно. И он будет очень благодарен, и всё поймёт тогда. Почему люди не понимают друг друга в отношениях? Потому что, когда человек отравлен корыстью или ожиданием, он не может понять другого человека. Я много раз это вижу. Допустим, я сижу, уже устал, допустим, после лекции отвечаю на вопрос. Сегодня то же самое было. И люди меня штурмуют. Я говорю, мои хорошие, я уже устал. Ага, Олег Геннадьевич, ещё один вопросик. Потому что, когда человек, как бы, ему что-то надо, он не слышит, не видит ничего. Это естественно, это нормально для человека. Поэтому не надо обвинять в этом близкого человека, что он вас не понимает. Мы все друг друга не понимаем. Просто надо его отрезвить. Вот тот момент, когда он увидит, что вот такая вот штука произошла, он начнёт трезветь. И это и есть любовь. Потому что, если у человека нет любви, он или злится будет, или ненавидит, или будет унижен. Понимаете? То есть, или зависим будет от человека, но чтобы он был сильным в отношениях и продолжал служить, только с помощью любви это возможно. Да, микрофончик. Люди, исходя из того, что я услышала, вы не допускаете здесь такое, да, что люди провели какое-то обновление вместе и по ряду от связь расстались. И, возможно, самостоятельное движение супругов уже во благо своих детей. Конечно, люди расстаются, это неизбежно. Бывает, что расстаются. Но мы с вами о чём говорим сейчас? О том, что это хорошо, или о том, что человек не справился? То есть, то, что я услышала, это либо жить в любом случае, да, вот эту мыточку, как вы говорили, не поддерживать, либо потом уже припроцепить и воссоединиться, да? А если у вас нет такого желания, нормально? Вот смотрите, хорошо. Я сейчас вам кое-что расскажу. А вы узнаете, о чём я говорю. Если женщина бросает мужа, то у неё в сердце появляется холод. Понимаете, у женщины есть два типа красоты. Один тип красоты, он внешний, и это вызывает половое желание у мужчины. Второй тип красоты, внутренний, и это вызывает желание с ней жить. Когда женщина бросает мужа, не справилась, допустим, не то, что она плохая, не справилась, то в этом случае у неё из сердца уходит эта способность создать семью. То есть, сердце становится холодным. И это значит, что мужчины, они привлекаются, но семью создавать не хотят. И женщине нужно сильно раскаяться, а если человек ждёт, то раскаяние означает вернуться назад, а если человек не ждёт, то значит раскаяние означает, что просто сказать себе, я никогда в такой ситуации больше так не поступлю. То есть, опять же, видите, поменять концепцию внутреннюю, что нельзя расставаться. И когда ты её меняешь, Бог прощает, и сердце опять начинает идти тепло, и Бог даёт ещё одного подопытного кролика. Я и так понимаю, что всё эти шансы есть. Ещё раз говорю, пока сердце холодное, шансов нет. Сердце должно быть тёплым. То есть, Бог должен простить. Мы должны понять, почему я вам так говорю. И надо знать, что лучше этого не делать. Потому что, ну, тот путь, который человек проходит до следующей семьи, он гораздо длиннее, чем тот путь, который может пройти для сохранения той, что была. И часто мы недооцениваем человека, с которым мы жили. Часто мы не видим своих ошибок в отношениях с ним. Не видим своих ошибок. Можно посмотреть, допустим, человек может быть очень образованным, очень разумным, близкий человек. Он может быть очень серьёзным, допустим. но если мы неправильно себя ведём, то мы не видим этих всех качеств. Мы видим только жестокость в нём, что он там изменяет и так далее. Мы видим то, что поверхностно, внешне. Мы не видим, почему так произошло. Мы не смотрим к себе в сердце. В чём причина, почему он так стал себя вести. Если анализа нет, то это всё повторится опять потом. То есть, судьба-то не меняется, у человека есть судьба, определённый человек эту судьбу просто показывает и всё в своей жизни. Можно подследить на примере предыдущих отношений тоже. Посмотреть, что вот так, примерно то же самое всё. Есть два варианта у человека в целом. Допустим, один вариант серьёзный и жестокий, а второй добрый и беспомощный, безответственный. Обычно такие два варианта. Или, как я говорю, высокий и некрасивый, или красивый, но маленький. Выбирай, что тебе больше нравится. Но в целом надо понять, что лучше пытаться вот этот, лучше, понимаете, вот в этом заключается проблема, что мы даже не знаем о том, что так бывает. Лучше пытаться всё-таки пройти, пойти наперекор этого здравого смысла. И просто можно жить отдельно, молиться за отношения. И даже если он уйдёт, этот человек, Бог тебе даст другого ещё лучше. Но если ты только не придаёшь эти отношения. Но если ты думаешь, что там с этим не получилось дальше, то дальше будет холод. Потому что это Бог создаёт отношения. Он же ниточки создаёт. нас держит. Кто из вас уже несколько раз хотел бросить, но не смог? Поднимите руку. Это означает, что Бог вас держит. Вы говорите, ты чего меня держишь? Это не он держит, это Бог держит. Он не умеет держать, у него нет там руки в сердце. Так он в сердце схватил и держит. Это у Бога там есть руки, понимаете? это он держит нас друг с другом. Если мы разрушаем отношения, мы его волю разрушаем, и он нас наказывает за это. У мужчины другое наказание. Если мужчина бросает, то у него сердце наоборот очень горячим становится. И это горячее сердце мужское привлекает к себе что? Горячую любовь. И такой мужчина, он такой вот эту горячую любовь почувствовал, он такую говорит, в лекциях все это ерунда. Вот я бросил свою жену, у меня такая любовь горячая, все идет по плану. И какой план? Человек в этой горячей любви теряет свою голову. Естественно, что когда тебя горячо любят, ты не можешь это выдержать. И дальше она, эта девушка, его бросает так же, как он бросил жену. Вот какой план у Бога. по отношению к женщинам холода и одиночества, по отношению к мужчинам горячая любовь и жестокая разруха отношений. Я рассказываю то, что я вижу. Я могу чувствовать отношения между людьми, судьбы, поэтому я рассказываю мой опыт, как я вижу, все происходит. Какие вопросы? Вот там вот в клетчатой вот это да вот давно поднимает руку. Вы что такая бледненькая? Вы на улице гуляете? Нет? Надо больше вам а то вот кровь, анемия означает нехватка движения. Некоторые думают железа не хватает. Некоторые женщины такими становятся только таблеток железа едят при анемии, что можно даже магнит к ним это приклеивать. А надо просто больше двигаться. Когда человек бегает на природе, у него не будет никогда анемии. Анемия означает нехватка движения, нужен воздух и движение. И в это время создается гемоглобин и так далее. вот смотрите, если вы с ног сбили мужика, но он не упал полностью, то надо его доваливать. Знаете, в этом есть прием такой, вот я сам бы занимался когда в детстве, там ты когда делаешь подсечку, и человек падает, но еще не полностью упал, надо ему помогать. Так в наше время часто мужик как бы уже как бы пришел, но не расписался еще. Это значит, что он муж, но ему как бы надо помочь просто, чтобы он уже как бы может быть несколько лет на это понадобится, но надо его завалить. Но вы с ним жили или нет? Жили с ним, нет? Ну ничего, забудьте про него, подумаешь, что он лучше. Конечно, с одним повстречалось не понравилось, с другим повстречалось, никаких проблем здесь нет. А вот если уже как бы начали жить, лучше, девушки, лучше никогда не позволяйте себя класть в постель раньше, чем расписался. Некоторые девушки думают, он вообще тогда на меня расписаться не будет. Это значит перекрепитесь три раза. Это не ваш человек. Понимаете, если он хочет как бы в ваши руки, никогда не позволяйте его к себе приблизить, потому что если мужик свое получил, он расслабился, ему же ничего не надо, никакая семья, притяжение уже стало слабее, то есть вы свое как бы потеряли, понимаете, то есть не приближайте, не давайте возможности, то есть просто держите на расстоянии сначала роспись. некоторые говорят, а вдруг у нас не получится там, все получится, не волнуйтесь. Это современная сексопатология, она говорит, надо проверить получится или нет. Запомните, получится или нет зависит от вашей любви. Если вы любите человека, все получится. Я вам гарантирую просто на 100%, потому что так устроены все функции наши в организме. Когда есть любовь, то все работает хорошо, нет любви, все плохо работает. Поэтому просто вот так. Вот так. А если ничего вообще и то тогда что парится-то? Вас совесть мучает или что? Нет, я просто не знаю. А? Я даже боюсь об этом уроке. Спали я, то сколько уже собрать на это? Урок какой? Очень простой. Надо полгода просто разговаривать с человеком сначала. с человеком с человеком кажется, Его